Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале, пребывая в прекрасном настроении. Хочу сказать, что сегодня для спонсоров второго уровня вышел расклад на тему силы воли. И я очень рада, что все те, кто не смог ранее подписаться, потому что не видел кнопку, либо там что-то не отображалось, не получалось. Хочу сказать, что в описании к этому ролику есть ссылка, перейдя по которой вы сможете оформить спонсорство. Я долго искала способы разные. Все-таки, знаете, я такой человек, который хочет, чтобы с людьми, с кем я взаимодействую, мои услуги были комфортны, доступны. В общем, одним словом, я очень много заморачиваюсь, и я нашла способ. Поэтому попробуйте, перейдите по ссылке и посмотрите, куда вас переведет эта ссылка, и как можно будет оформить спонсорство. Вот, ну а спонсоры, если еще не смотрели расклад о силы воли, посмотрите. Итак, сегодня мы с вами будем делать расклад. Нравитесь ли вы себе такой, какая вы есть, либо таким, если вы мужчина, каким вы являетесь. Буду смотреть отдельно для мужчин и для женщин. Сегодня мне прям очень захотелось это сделать. Я приготовила колоду неба и земли, приготовила колоду Таро сумасшедшего дома, моя новая любовь, очень глубокая колода. Вот прям такое ощущение, что она под меня сделана. И колода Николеты Чиколи, давно я ее не делала, не работала с ней. Вот сегодня тоже поработаю. Вы выбираете позиции, тайм-коды есть в описании. И я пока перетасую эту колоду. И мы с вами приступим. Сегодня я в хорошем настроении. Я просто вспомнила, знаете, пока мешаю, скажу один ролик, который был, по-моему, 9 февраля он вышел. Да, где я его записывала 8-го. Где мне многие из вас написали, «Ой, Елене, вы сегодня так прекрасно выглядите, в таком прекрасном настроении». Наверное, влюбились, да? Ну, там такое было. Такой подтекст. На самом деле причина была просто в том, что это был мой день рождения, и я была очень рада. И праздновала его за любимым делом. Ну, просто потому что я такой своеобразный человек. Вот. Я, как правило, праздную свой день рождения тогда, когда я хочу. А не в тот день, когда я родилась. А в тот день я просто хотела поработать. И прям так продуктивно записала несколько раскладов. И от этого было очень приятно на душе и хорошее настроение. Вот сегодня, пока готовилась, вспомнила. Ладно. Оставляем болтологию. И так. Это, наверное, на третью. Это на первую. А вот на этой колоде я буду работать на второй позиции. Вот так. Первая, вторая и третья. Вы видите камешки. И мы так отодвигаем. Значит, это вот я прям сюда поставлю. Голубой, красный. Нет. Наоборот, я сказала вот так. Сюда зеленый, сюда красный. Мы с вами приступаем к позиции номер один. Давайте мы, прежде чем посмотрим, нравится вы себе или нет, посмотрим, какой и какая вы, ваши сильные стороны, ваши слабые стороны, которые вы не принимаете. И в конечном итоге мы сделаем вывод. Что и как. Сейчас, секунду, мысль такая идет. Как бы сделать лучше. Ладно. Так. Это будет для женщин. Описание. А это для мужчин. Так. Ну, давайте посмотрим. Какая вы, если вы женщина. Сначала начнем с женщин. Какая вы. Ну, прекрасно. Прекрасно. Королева. Вы были две женские. Два женских архетипа. Королева кубков и королева педакли. Наверное, это самое такое. Если бы еще королева жезлов выпала, да, это вот было бы прекрасно. Но смотрите, какая вы. С одной стороны, такая, знаете, ранимая, чувствительная, эмпатичная, мягкая. Но при этом по королеве педакли могу сказать, что как личность такая, достаточно зрелая, которая прошла уже большой опыт, большой багаж за спиной имеет. Преданная. Верная. Знаете, человек, на которого можно понадеяться. Человек, который всегда создает такое, знаете, чувство уюта, комфорта, как дома. Вот в вашем окружении всегда есть такое ощущение, да, что люди расслабляются. Прям, знаете, может быть, кто-то начинает, приходит такой вот взбудораженный. Может быть, дети в вашем окружении тоже как-то вот успокаиваются, засыпают. Такое тоже может быть. Я не могу сказать, что к вам прям вот тянутся животные, да, но вот ваше отношение к ним, оно такое, с любовью. Я не могу сказать, что вы прям с ума сходите, там, по кошкам, по собакам, либо еще что-то, вот. Но вы не тот человек, который как-то, знаете, ну, холоднокровно будет относиться к животным. Вы любите, вы любите природу, вы любите пешие прогулки. Любите бывать на свежем воздухе, вы умеете видеть красоту, изящество, эстетику, лоск, вот этот вот шик. Вы можете восхищаться красотой тела как своего, хотя иногда вы видите изъяны в нем, так и красоту именно телесную в других людях, независимо от того, на кого вы обращаете свой взор, да. То есть нету такого, что вот женщины, они для вас являются как-то конкурентами в плане красоты. То есть если вы видите красивую женщину, вы можете даже засмотреться. Почему? Потому что, ну, красота, она для того и создана, чтобы на нее смотрели. И неважно, смотрим мы на мужчину или на женщину. Не обязательно вот по тексту он должен быть какой-то вот сексуальный, либо пошлый. То есть красотой и эстетикой можно восхищаться всегда. Вы такой достаточно аристократический тип людей, которые, причем вы чувствуете себя комфортно. Здесь знаете, что мне показывают? Вы, у вас есть определенная стать, у вас есть определенная, такая, знаете, своя какая-то позиция по жизни. Но вы очень хорошо, легко можете чувствовать себя, как, я не знаю, в гостинице, где, там, я не знаю, пятизвездочный, да, какой-нибудь отель. И также прекрасно вы можете чувствовать себя на каком-нибудь кампинге. Все будет зависеть от вашего окружения. Я не могу сказать, что вам там что-то будет одно не нравится, либо там предпочтение к чему-то другому, да, безусловно, удобство. Но для вас, мне кажется, вот, знаете, внутреннее ощущение спокойства, спокойствия, умиротворения, оно намного важнее, нежели вот какой-то внешней атрибутики. Безусловно, когда все по-другой, когда все комфортно, вам известно и понятно, я имею в виду в плане предметов, да, это, конечно же, ну, как-то облегчает нашу жизнь. Но еще расскажу, то есть, если в вашем окружении есть какая-то вот хорошая компания, вот, они вызовут вас на какую-нибудь авантюру, поехать куда-нибудь на пикник, либо какие-нибудь пешие прогулки, где будут неудобства, безусловно, да, нету, там, не знаю, горячей воды или еще что-то, но вы все равно найдете в этом какой-то вот свой позитив. Я не могу сказать, что ваша натура такая достаточно авантюрная, либо что вот вы геи побежали куда-то что-то открывать. Нет, вы больше можете открывать мир внутри себя, нежели снаружи. Что касается внешности, ну, вы абсолютно, аудитория здесь большая, но по королеве кубков и королеве пендагля не могу сказать, что здесь вот какие-то высокие достаточно люди. Ну, то есть, здесь не под метр восемь-десять женщины, да, ну, среднего такого телосложения, кто-то больше склонен даже к полноте, нежели к худобе, хотя, если вы и худенькая, то вот прям, прям такая худенькая-худенькая, хрупкая, ну, то есть, это не, как бы так сказать, ну, то есть, это не среднее что-то, да, это вот либо я склонен к полноте, либо я вот прям, ну, очень хрупкая такая, вот очень тонкая. Опять-таки, что касается цвета глаз, здесь разные, может быть, да, у кого-то могут быть синие-голубые, а у кого-то карие, но карие такие цвета меда, не совсем черные. Ну, опять-таки, да, на общую аудиторию, когда много людей сказать, вот прям конкретно описать, это будет достаточно. Ну, характер у вас такой мягкий, но иногда у вас бывают эмоциональные срывы, иногда вы сами себя не узнаете, потому что можете зацикливаться на эмоциях достаточно долгое время. А, в принципе, так сами по себе вы интересная такая личность, да, я бы сказала, отнесла в вас категория женщин больше загадок, нежели вот такая открытая книга. При этом вы достаточно открытый как человек, но вот, знаете, вот создаете вот этот ореол, нечто такого таинственного, да, вы можете быть вот прям совсем-совсем открытый, вот, все-все можете, к примеру, рассказывать, но при этом вот ощущение такое, что нет, она что-то скрывает. Вот, вы прекрасный соратник, да, если бы мы говорили о прошлом столетии, могли бы сказать, что вот как раз-таки те люди, которые, боевые подруги, которые шли за своими партнерами, да, куда-нибудь в ссылку. Вот, для вас это было бы нормально. То есть, вы знаете, вот преданность именно своему человеку, здесь вот четкое понимание, да, что мужчина ведет, а женщина, она за ним находится. Но это ни в коем случае не означает, что если вы остаетесь в одиночестве без партнера, что вы становитесь немощным, наоборот, вы становитесь сильным. Просто у вас есть понимание вот этой вот позиции, когда вовремя нужно отступить, когда вовремя нужно сделать один шаг назад, дать право другому человеку. Знаете, у вас есть вот это правильное ощущение того, что не то, чтобы мужчина самоутверждается за вас, да, за ваш счет, а просто вы, знаете, вам нравится получать эмоции от других людей. И когда вы видите, что вот, знаете, скажете такое приятное, какое-то доброе слово в адрес вашего именно мужчины, которого вы уважаете, цените, да. То есть, это не в плане того, что я тебя люблю, нет, а в плане того, что я тебя уважаю, да, я ценю, я вижу твои стремления. То есть, вы видите, что мужчина прям, у него крылья за спиной появляются, то есть, вы даете ему какую-то такую силу, именно мужскую. Вот реакция, независимо, какой мужчина будет рядом с вами, да, разговорчивая, не разговорчивая, реакция, его реакция, она вас наполняет. Именно по этой причине вы можете сделать шаг назад, где-то уступить. Вот здесь, знаете, такая вот мудрость проходит, да, именно житейская мудрость. Ну, я не случайно сказала, что вы женщина с багажом. Итак, я могу долго описывать, вот, если вы в этом узнали себя, слушаем дальше. Теперь мы, а, мужчины, да, мужчины, давайте теперь посмотрим, если здесь загадали мужчины, какой вы? Туз Кубков, на мужчину, да, Туз Кубков? Глубокий, давайте так скажу, да, мужчина здесь глубокий, причем мужчина здесь именно молодой. Молодой, я имею в виду по возрасту, да, вот такая вот душа достаточно молодая. Не то, чтобы вы не зрелый, но вы достаточно такая молодая душа, молжавая. Молодо выглядевшим, вы выглядите, может быть, младше своего возраста, да, вот, если бы здесь не было большое количество, да, если бы это не было общий расклад, вот, я бы сказала, что ваш цвет глаз, он такой зеленовато-голубой, ну, то есть, ближе к зеленому-серому я склоняюсь, нежели к голубому. Ну, то есть, светлый цвет глаз. Вот, опять-таки, что касается телосложения, оно такое, не то, чтобы бесформенное, но нету вот этих, вы знаете, четких таких структур тела, когда, знаете, вот, ну, человек накачанный, вот у него проскальзывают мышцы. Нет, здесь такой нормальный, склонен больше даже, знаете, человек к некой такой отеченности, да, может быть, животик периодически появляться, такое тоже может быть, и это нормально. Но я не говорю, что вы вот прям толстый-толстый, нет, ни в коем случае. Что касается вашего характера, то есть, здесь человек, вот вы действительно очень такой глубокий человек, больше я склонна к человеку творчества, да, то есть, человек, который умеет выражать свои мысли через написание текстов. Да, то есть, может быть, вы пишете стихи, может быть, вообще пишете, ну, то есть, человек, который пишет свои мысли, да, выражает свои состояния, либо просто элементарно, ну, ведете какие-то заметки. Это не дневник, а это какие-то вот заметки, что-то отмечаете для себя, созидаете очень много, да. Может быть, здесь ваша сфера работы связана каким-то образом с психологией, да, либо с пониманием души, либо вы изучаете непосредственно самостоятельно душу. Здесь ощущение того, что вы по своей натуре, знаете, человек, который умеет любить, но почему-то у меня такое ощущение, что вы как будто бы любите скрыто. То есть, вы свою любовь, даже если есть партнер, а у меня такое ощущение, что здесь нету партнера, опять-таки, у вас может быть, да, женщина, с которой вы либо в браке, либо какие-то серьезные отношения имеете, но я считываю пространство. А это значит, что не то, что в официальности, а то, какую энергию вы излучаете. Вот здесь вот ощущение того, что человек, он одинок, либо одинок, опять-таки, могут быть вокруг вас, вы нравитесь женщинам, безусловно. Почему? Потому что, ну, такой, женщина может казаться, что вы мягкий характер, такой покладистый, с вами можно сделать все, что угодно, но это лишь кажется. На самом деле, у вас есть внутренние стержень, но у меня такое, знаете, чувство одиночества в контексте того, что вроде бы не нашли себе пару, которая, знаете, такая женщина, которая бы вас понимала, да, она, с одной стороны, вот какое-то у вас такое видение женщин, да, она какая-то легкая, но она не пустая, она должна быть наполнена, она должна понимать, когда надо промолчать, когда надо сказать правильное слово, и при этом, чтобы она была естественная, чтобы она не была наигранная, чтобы она была, знаете, вот, как легкая девушка такая, не испорченная, без какого-либо такого опыта в плане отношений. Но и вот эта вот невинность, она должна как раз-таки соединяться именно с мудростью женщины, повидавшей много всего в жизни. Здесь такой вот микс, поскольку вам достаточно сложно найти такое, знаете, вы либо найдете себе собеседника, с которым вы можете прекрасно разговаривать, беседовать по душам, да, обмениваться какой-то информацией, вам это нравится, но она не будет, допустим, вас привлекать сексуально. Ну, либо, наоборот, другая категория женщин, которая привлекает вас сексуально, но как-то вот, ну, она пустая, она вас не цепляет. То есть я не могу сказать, что здесь есть какая-то женщина, которая вот вас зацепила. Именно поэтому есть ощущение такое, знаете, некое, некого одиночества, но вы от этого не страдаете. Здесь нету какой-то вот драмы, да, желания. Есть, конечно же, заботиться, любить, но подходящие партнерши я не вижу здесь. Это описание. Если, опять-таки, услышали, узнали себя, идем дальше. Давайте мы теперь посмотрим, независимо от того, мужчина вы или женщина, да, дальше у нас все будет вместе, совместно, общее. То, что вам нравится в себе и то, что вам не нравится, да, допустим, ваши сильные стороны и ваши слабые стороны. А потом мы сделаем вывод, нравитесь ли вы себе таким, такой, какая вы есть. Итак, сначала начнем с негативного, чтобы завершить на чем-то позитивном. Ваши слабые стороны и то, что вы в себе не принимаете. Смотрите, ваша слабая сторона – это постоянство, да, это четверка монет, это та составляющая, да, когда вы хотите, чтобы вот этот вот уют, да, постоянство, оно было, оно присутствовало в вашей жизни, да. Вот какие-то перемены, в том числе перемены во внешности, перемены в жизни, в вашем окружении, они вам даются достаточно сложно. Я не могу сказать, что вы, как это, тяжелый на подъем на какие-то перемены, нет, но вам это дается очень сложно. Вы ощущаете тот момент, что вы привязываетесь к людям, вы привязываетесь к ситуациям, и это ваша слабость. Почему? Потому что, знаете, как-то вот есть такое ощущение, что вы доверяете людям, да, вы раскрываетесь людям, вы к ним расположены достаточно позитивно. И как только человек ощущает момент, что вы как будто бы заякорились рядом с ним, да, что вас не надо добиваться, а я не имею в виду здесь любовную сферу, а вообще. То есть, ну, не надо вкладываться в вашу дружбу, не надо вкладываться в ваше знакомство, в ваше отношение, взаимодействие, ну, то есть как-то проявляться к вам. То есть, когда человек ощущает, что вы стали стабильно, заякорились в его жизни, этот человек, он меняет свое отношение к вам. И вы понимаете, что здесь либо вы видите, что этот человек, либо ситуация, да, она дальше не развивается. И вы понимаете, что вам нужно двигаться дальше, но вот есть вот эта вот привязанность, да, такое чувство, что вот я не могу пойти дальше. Ваша слабость и то, что вы в себе не любите, это ваша связь, это ваша связь с людьми, это ваша привязанность, это ваш якорь. То есть вам периодически нужно отрубать постоянно якоря, либо вам, наоборот, противоположность, вам не нравится то, что долгое время люди в вашей жизни не останавливаются, то есть приходят, уходят, приходят, уходят. Вы ранее были более такими чувствительными, болезненно как-то это переносили, со временем уже привыкли, что никто не приходит оставаться в вашей жизни надолго, навсегда. Нету такого, вот в вашем окружении нету людей, которые бы вот вы сказали, что, ну, долгое время, да, там, знакомы. Даже, друзья, в какой-то период, через какое-то время, вы это можете ослезить, цикличность ваша через какое, через сколько лет, они уходят, да, либо там отношения знакомы, неважно. Но вот ваше слабое место, это желание удержать что-то, это желание, когда, знаете, я хочу, у вас в отношениях такое есть, я хочу приснить ситуацию, я хочу четко знать, когда мы встречаемся, если мы, допустим, на этапе знакомства, да, когда, через сколько, что нас ждет дальше, да, вот, ну, вот какая-то стабильность, какая-то ясность, какое-то прояснение. А в вашей жизни, наоборот, показывается противоположное, что ничего не стабильность, да, то есть вас как будто бы обучает, да, что все текуче, все в движении, все в динамике, не надо цепляться, не надо якориться, потому что вот зона комфорта, удобства, вы сами это понимаете, что вот это вот ваше слабое место, да, почему, потому что вы этого никак не получаете, вы этого хотите, но вы этого никак не получаете, потому что вас учат другому, да, что все подвижно. И вот вы как будто бы устаете и говорите, когда уже в моей жизни наступит вот эта вот стабильность, которую я хочу, которая мне нужна. И от этого вам становится тяжело. Это ваше слабое. То, что вы не любите. То, что вам не нравится в себе. В чем ваша слабость? Семерка мечей. Ваша слабость — это в хитрости. Где-то вы манипулируете людьми, где-то вами манипулируют. Вам это не нравится. Хитрость, обман, ложь. Вы не перевариваете ложь. Вы не любите обманы. вы вот знаете вы не любите в себе очень мыслительные процессы да иногда циклитесь на каких-то идеях например там я не знаю как у этого человека получилось что-то я тоже так хочу здесь не про зависть а здесь вот про знаете такой здоровый процесс когда мы говорим в нлп да в программирование нлп направлено на программирование модели поведения успешных людей да то есть высчитывается как они себя ведут и считается что такие вот как скажем в кавычках привычки да можно привить сделать такую прививку другому человеку да то есть обучить его такими же моделями и он станет также успешным это так считается вот и поэтому здесь вы не любите тогда когда вы перенимаете что-то от других людей у вас не получается да вот вы очень долго думаете об этом да либо вы боитесь что вас обманут да вот какая-то знаете удивительная вещь с одной стороны вы открыты доверчивы а с другой стороны у вас есть дикое недоверие к людям то есть вы как будто бы открываетесь людям вы можете о себе рассказать все что угодно но при этом когда люди к вам делают какой-то шаг вы им не доверяете я не знаю как этом как это сочетается вас да вот эти две противоположенность то есть полное доверие и с другой стороны не доверие со стороны других людей к себе то есть вы знаете ожидании что хитрость предательство видимо потому что вы преданный человек да и где-то в какой-то степени чрезмерно то есть в преданности нет ничего плохого но преданность когда она становится привязкой да когда становится уже стабильность и этап стопроцентное доверие, когда вы теряете бдительность. Вот здесь, скорее всего, это перекос, и вас как раз таки обучают, чтобы вы были, как у всех нас должна быть гармония, должен быть баланс. А вот вы уходите вот в эту, пускай это и положительное, но все равно это отходит от главной, от баланса. Отклонение от баланса. Поэтому вы и боитесь. Иногда вы по семерке мечей у вас такой, знаете, достаточно неординарный подход к людям, неординарное видение вообще жизни, своих взглядов. И вам эта пароль не нравится, потому что это приносит вам некие неудобства. Почему? Потому что в жизни есть определенная система, большинство, большая масса людей живут именно так, а у вас иные взгляды, да, не похожие. Как мы говорим, белые, там, серые ворона, неважно. И из-за того, что вот есть вот эта несостыковка. Вы понимаете, что я людей не могу изменить, но и себя я тоже не хочу менять, да, подделываться. И вот это вот вам тоже причиняет неудобства. Почему? Потому что ну вам, вы не можете найти для себя линию жизни, как вам соответствовать миру, либо как-то вот выбрать свою точку зрения, да, и идти в соответствии своим ценностям и убеждениям, но при этом получается так, что вы идете против течения. Вот. Здесь какие-то такие прогрессивные взгляды на некоторые вещи, да, революционные. Это то, что вы в себе не любите. Не любите, не принимаете боль, потеря, утрата любимых людей для вас. Это вот прям это то, что как говорится, лучше бы деньги вас забрали, да, чем когда вас покидает любимый человек. Именно в вашем понятии любимый. Потому что у вас и понятия любви своеобразны. Вы умеете любить, безусловно. То есть даже особенно тех людей, которые недостойны, ну, с вашей точки, опять-таки, по семерке мечей. Из-за того, что вот у вас какое-то свое своеобразное восприятие мира, да, и вам кажется, что кто-то... Вообще могут говорить, что вот этот человек недостоин быть в твоем окружении, да, но вот вы видите в нем что, что не видят другие. И даже разрушая себя самого, вы все равно будете находиться с этим человеком, потому что что-то есть в нем, да, либо вы слишком привязаны. Вот это вот вы в себе не любите. А смотрите, как прекрасно. Что вы любите в себе, у нас прекрасно заключается в том, что вы выпали два великих аркана, да, то есть то, что не любите, это вот какая-то мелочь, с чем можно поработать и исправить себе то, что вы не принимаете. Это малые арканы. Четверка педакли и семерка мечей. А то, что вы любите, это действительно такое кармическое, я могу сказать, потому что это два великих аркана. Я ощущаю, что я как-то быстро стала говорить, да, ну, поток, просто много информации, поэтому в настройках можете меня замедлить. Великие арканы – это колесо фортуны и аркан умеренности. Что вы любите? Вы любите свою пунктуальность, вы любите свою тактичность по аркану умеренности. Вы любите находиться всегда в правильном времени, у вас есть вот это вот ощущение, да, я в правильном месте в нужное время всегда нахожусь. Такое ощущение, что вы воспринимаете, сейчас будьте откровенны с собой, то, что я скажу, вы считаете себя счастливчиком, да. Пускай в вашей жизни куча проблем, страданий, мучений, но где-то глубоко в душе вы все равно считаете себя везучиком. Вот вам повезло, не то, что у вас жизнь легкая, нет, а вот как-то, знаете, удача, либо вы такой позитивный человек, вы можете меняться, вы находитесь в потоке, вы ощущаете эту потоковость. У вас очень хорошо работает, как она называется, регенерация, восстановление. Вы достаточно быстро восстанавливаетесь. Я не знаю, как в детстве, но сейчас вот ваш процесс выздоровления, он быстро происходит. Что вы любите в себе? Любите свою эмоциональность. Вот обожаете вы эти качели. Как бы вы ни говорили, что я хочу избавиться от эмоций. Эмоции, эмоция, это ваше все. Плюс ко всему, что у вас выпадал для женщин королева кубков, для мужчины туз кубков. То есть эмоции, это ваша жизнь, это то, как вы познаете без эмоций, вы не чувствуете себя живым человеком. Когда вас качает на этих качелях, в плюс, в минус переживаниях, особенно когда присутствует влюбленность, вы это ненавидите, потому что вы как будто бы теряете себя. Знаете, как это? Животные в период гона. Либо волки в период гона. Это очень забавно. Почему? Я обожаю волков. За ними наблюдать. И когда ты видишь альфа-самца, такого грозного, который содержит всю стайну в период года, он начинает прыгать, как маленький щенок. Это очень забавно смотрится. Вот вы как-то, ну вы любите это. Как бы вам это не нравилось, вы это любите. По колесу фортуны, что можно еще сказать? Человек. Что вы любите? Вы любите перемены. Опять-таки я говорю, вы человек противоположностей. С одной стороны стабильность, а с другой стороны вы любите это качество как-то менять. Может быть настроение. Почему? Потому что вам нравится удивлять людей, вызывать эмоции. Эмоции – это ваше питание. Вы живете эмоциями. То есть вы создаете некий такой образ, а потом через какой-то период вам нравится его как-то разрывать, и чтобы люди увидели в вас что-то другое. И вот это недоумение в глазах людей, как ты и так умеешь, либо ты и это умеешь. Вот это вот прям дорогого стоит. Помимо ваших эмоций и удачи, я не могу сказать здесь, что финансовая сторона для вас прям так очень-очень важна. Вы можете говорить, потому что деньги нужны всем. Но вы не карьерист, который будет бегать за миллионами. Ну, если денег, никто не отказывается. Но если нет, я прям вот так убиваться, страдать-то и не буду. Почему? Потому что я понимаю глубину жизни, цикличность. Вы действительно такой, знаете, глубокий человек, и вы понимаете циклы вашей жизни, которые меняются. То есть как происходит. У вас есть осознание, понимание, что вот это период для этого, это для этого. Ну, вы уже с возрастом уже стали многое-многое отслеживать. Вы видите, что ваша жизнь повторяется. Какие-то этапы, какие-то ситуации, какие-то моменты. Люди могут периодически уходить, приходить, уходить, приходить. Они и те же в вашей жизни. То есть возвраты. По крайней мере, у вас есть понимание, что ваша жизнь – это взлеты и падения взлета. Глубина. Здесь есть неимоверная глубина, приобретенная вот как раз благодаря эмоциям, тем переживаниям, которые были в вашей жизни. Так, ну, как вы понимаете, я могу долго рассказывать, но время-то у нас ограничено. Я уже и так много рассказала по этой позиции. Расклад, наверное, будет огроменный. Так, завершаем. Завершаем. Нравится ли вам то, каким, какой вы есть на женщины, мужчины на данный момент. Рыцарь Жеслов и двойка монет. Ну, смотрите, если вы женщина, то здесь вот так бы я сказала, 50 на 50. Почему? Потому что мне нравится, смотрите, удивительная вещь, мне нравится моя светлая сторона, потому что это классно. Но мне все известно, все понятно. Ну, то есть быть хорошим, это как-то скучно. Вам же эмоции нужны. Это скучно. Вот. Но темная сторона нам манит. Да, здесь какой-то вот такой вызов, а что там скрывается за этим подвалом, за этой темной дверью, любопытство, вот это вот любопытство, да, а что я еще не знаю о себе, вот это вот погрузиться, но вы понимаете, блин, что играете с огнем. Вот. Ну, вот здесь вот этот вот некий такой авантюризм, поэтому нравится вы и да, и нет. Я могу сказать, что здесь все по настроению. Если вы находитесь в опе, то, конечно же, вы себя не любите, ругаете, да, и так далее. Вот. А когда все хорошо, становится скучно, вы начинаете искать себе приключения, но при этом вы понимаете, что у каждой медали есть две стороны, и поэтому и то, и другое, ну, то есть, когда вы находитесь в адеквате, нейтральные, вы понимаете, что и то, и другое, это хорошо, и день, и ночь, это прекрасно, потому что вы глубокий человек, да, но, знаете, когда вам хорошо, вам, в принципе, и менять ничего не надо, да, меня все устраивает, вот. А когда мне плохо, я на дне, да, я тогда понимаю, что вот мне надо что-то изменить, а потом полоса сменяется, и снова находится, выходит солнышко, наступает день, да, все ясно, прозрачно, вроде менять ничего не надо, меня все устраивает, ну, здесь что-то такое. Если мы говорим о мужчин, да, нравитесь ли вы себе? Рыцарь Жезлов, да, здесь выпал изображен, я не помню, как фамилия, Ривера, муж Фриды Кало, Ривера, такой, знаете, очень любвеобвильный мужчина был, да, невзирая на свою внешность, вот, ну, то есть, внешность, та, которая большинству женщин, да, как-то, ну, я не сказала бы, что она очень привлекательная, да, то есть, когда человек такой имеет лишний вес, таким пузом, там, афро, вот эти вот волосы, да, стрижка такая, ну, это не совсем сексуально, так скажем, да, вот, но при этом, нравится ли вы себе? Ривера, он был очень любвеобильным, да, мужчина, у которого было бесконечное количество женщин, да, всех он любил, вот, очень творческая личность, там, политик, которому нравилось, у него были какие-то свои определенные взгляды на жизнь, и при этом, невзирая на все измены по отношению к Фриде Кало, он был прекрасным художником, очень талантливым, да, которым восхищались, как его, как личностью, да, так и его талантом многие люди, поэтому я могу сказать, что вы можете воспринимать свою работу, вам нравится профессиональная деятельность, что, то, чем вы занимаетесь, да, вам нравится внимание и окружение, и восхищение женщин в вашу сторону, вот, но, где-то внутри вас, вот, очень глубоко, то, что я говорила и в самом начале, есть вот эта вот какая-то пустота, и вот это вот вам не нравится, да, то есть, вроде бы внешне все удовлетворяет, удовлетворяет, а внутри, как будто бы, есть какая-то, какая-то непонятная, необъяснимая вселенная, которую вы не знаете, и вот вы ее стараетесь понять, и как-то не можете, вот она ускользает, и поэтому вот этого чувства неудовлетворения, оно вас преследует, здесь, если разбираться глубоко, здесь есть какие-то комплексы, да, которые, либо какие-то травмы, с которыми нужно действительно поработать, вот, ну, в принципе, в общем, вас все устраивает, так, такая была у меня первая позиция, жду ваших комментариев, так, не так, вот, не пишите мне только, пожалуйста, что, о, много там совпадений, либо еще что-то, я не люблю такие комментарии, почему, потому что, ну, блин, я не играю второго для того, чтобы говорить, о, совпадает, там, не совпадает, напишите лучше о себе, да, я вот, я узнаю лучше о вас, да, о вашем качестве, ну, то есть, я не люблю, знаете, я не люблю шаблоны, вот это вот выражение, я принимаю, там, еще что-то, да, нифига не принимают, он, когда читает такие комментарии, да, скажу, объясню, почему, потому что, если бы ее люди принимали, они бы менялись, а, когда человек просто словесно говорит, ну, при этом ничего не делает, в его жизни меняется, как я понимаю, что кто-то что-то делает, потому что продолжаем смотреть расклады, да, если бы что-то поменялось в жизни, все было бы классно, то и расклады не нужны были, вот, но это моя точка зрения у вас, она может быть своя, я же не это самое, не, не оспариваю, я учусь, да, учусь, учусь именно, я не умею, но я учусь принимать другую точку зрения, я этого не умею делать, но, по крайней мере, хочу, так, мы с вами переходим, я уберу эту колоду, обоих нам пока мне не мешало, голубое и красное, к позиции номер два, красному камешку, давайте посмотрим двоечки, что скажу вам, да, единичкам очень много сказала, прямо вот в потоке, значит описание сначала женщин, а потом мужчин, а потом мы с вами посмотрим общее, что вам нравится, и что вы принимаете в себе, и что вам не нравится, и что вы не принимаете в себе, и потом конечное для женщин, что нравится ли вы себе такое, какая есть или нет, и отдельно по мужчинам, и нравится ли вы себе или нет, вот у нас так, значит, получилось, прекрасно, начинаем с женщин, да, описание, слушайте, если вам подходит, это вы, если нет, значит смотрим что-то другое, ну, аркан силы, да, в этой колоде, шесть силы, это, или справедливость, нет, сила, интересно, а как выглядит, пять, шесть, семь, звезда, почему, так, интересно сила, да, надо что-то подумать, почему я сказала сила, это же аркан звезды, хорошо, сила тоже имеет, какое-то отношение, скорее всего, харизма, да, харизма, состояние души, донорство, описание вас, звезда, холодная, далекая, непонятная, внешне, да, как человека, который, у меня такое, знаете, ощущение, что у вас такая белая, прозрачная кожа, есть люди, скорее всего, больше такие, открытые цвета, как их по цветотипу, зима, зима, либо весна, да, ну, я, конечно, могу ошибаться, я не знаю, вот здесь какое-то такое ощущение, знаете, какая-то вот белая такая кожа, прозрачная, особенно, когда видно, ну, в возрасте видно уже вот это вот, варикозное расширение вен, то есть венки видны, такая прозрачная, как-то вот хрустальная у меня идет кожа. Кто вы как человек? Как человек, да, такой достаточно замкнутый, я бы сказала, человек, который, знаете, вот, как описать человека, который, вы не интроверт и не экстраверт, да, то есть здесь нельзя вас отнести сто процентов в одну сторону либо в другую, но больше вы склонны, знаете, к какому-то такому созиданию, у меня идет такая душа достаточно молодая, да, либо вы молодо выглядите, но при этом вот какое-то такое, знаете, хочется сказать, холоднокровие, да, но это не в силу того, что вы там жестокие, либо какие-то у вас там травмы в жизни нанесенные, да, нет, здесь психика такая очень, очень интересное звучание, вот именно звучание вашей души, вибрации, они такие достаточно возвышенные, да, по звезде, и есть ощущение того, вот, что ваше общение, да, вот почему-то не идут такие слова, как там планетарное, что-то космическое, что-то вот такое, вы интересный человечек, знаете, как правило, такие люди в детстве, они сами по себе, они всегда могут сидеть в отдельности, где-то в уголочек, почему-то забьются, да, и аутентичные, если я правильно слово произношу, такое мне пришло, люди как-то вот в себе больше, да, но при этом, если есть окружение, которому вы доверяете, да, вы можете общаться, но опять-таки, знаете, здесь не человек, которому не нравится быть на виду, здесь человек, которому нравится больше наблюдать, больше слушать, присматриваться, приглядываться, да, человек, который может замечать какие-то детали, обращать внимание на все, что блестит, как сорок, да, на все, что такое, переливающее все такое, вы знаете, перламутровое, может быть и камешки, кому-то нравится там, александрит, или как он правильно называется, что-то такое, белое с переливами, может быть жемчуг, но однозначно здесь люди очень интересные, да, вас нельзя в одну категорию всех поставить, безусловно, на вас выпадает звезда, но я бы не сказала, что вы прям по внешности такая яркая-яркая, я бы сказала, больше напоминайте, мне почему-то серую такую мышку, которая, знаете, это, как у, да, Винчи, Монализа, вот кто-то смотрит на нее, видит в ней красоту, а кто-то смотрит и думает, блин, ну что же здесь красиво, ничего нету, да, вот такое ощущение, что вот вы как будто бы безликая, в плане того, что если бы вы занимались моделингом, вы были бы и прям вот звездой, стар, почему? Потому что на вас можно рисовать все, что угодно, да, любой образ, вы как будто бы, знаете, вот некий такой, такая форма, которую, если накрасишь, прям вот знаете, вот прям профессиональный визажист скажет, боже, какая красота, где ты пряталась? А если снять краску, то вот этот макияж смыть, то вы как будто бы, знаете, такая вот незаметная, пройдете про улицы, но вас не обратят внимания, это неплохо, и просто это вот про то, что, знаете, как холст, что на нем нарисуют, что и будет, вот вы как хамелеон, вы можете быть разный, поэтому здесь абсолютно разная категория, но мне идет больше, такие, знаете, русые, светло-коричневые, на блодинку я бы не сказала, но вот какие-то светлые, такие естественные цвета волос, конечно же, женщину сложно описать, вот, потому что мы можем красить свои волосы, вот, но в принципе здесь все что-то такое, но вот это, вы знаете, безэмоциональное лицо, иногда, с одной стороны, вас могут обвинять, что вы какая-то холодная, но вы очень чувствительная, вы очень ранимая, вы далеко не холодный человек, просто вас сложно понять, ваш эмоциональный фон, вас считать очень сложно, ваши эмоции, такие бывают, знаете, главные герои в фильмах про инопланетян, вот, когда показывают, да, там, я не знаю, пятый элемент, или еще что-то, вот, какая-то, вот, знаете, человек, который осматривается, приглядывается, немножко настороженный, такой, знаете, немножко дикий взгляд, не злобный, нет, но, напоминает мне, знаете, как дети, которые выросли, там, я не знаю, в джунглях, либо в животных стаях, и вот их стараются привести снова к цивилизации, да, а им сложно адаптироваться, вот, это как-то про вас, да, то есть вы, у вас какое-то свое понятие свободы, свое понятие, вот это, вы знаете, ощущение, я не говорю о том, что вы выходите на природу, прям восхищаетесь, нет, вы не такой, для вас это вот как-то вот, естественно, если вы попадете, например, в лес, вы не будете восхищаться красотой, там, природа, еще что-то, а у вас какое-то такое, знаете, такое ощущение, что вы можете просто подойти к дереву, начать с ним разговаривать, вот, как старые друзья, давно, но это не потому, что вы это любите, а потому, что у вас восприятие того, что это не дерево, это душа, которая проживает, допустим, там, свой этап эволюции, именно в дереве, вот, и я могу с ним разговаривать, как-то на энергетическом уровне, вот, то есть, вот, какие-то такие понятия, да, и безусловно, у вас есть какие-то свои способности, причем, знаете, способности такие не совсем обычные, не такие, знаете, это, допустим, не только эмпатия, да, или там сновидение, сны я вижу, или там, я не знаю, ведьма в 20-м поколении, нет, здесь не про вас, у вас какие-то вот, например, очень прекрасная память, да, вот, вы можете, вот такая, знаете, вот, фотографичная память, вы можете один раз попасть где-то на какую-то улицу, и вы можете запомнить в деталях, там, здание какое было, какого цвета, какие углы были, у вас такая же память, например, может быть в прочтении книг, да, вы можете не помнить название книги, и кто автор, но вы помните, что там на 250 какой-то странице, там, второй образ, абзац снизу, было, вот, начиналось вот это, вот это выражение, ну, то есть, вот, как-то такая, своеобразная, вот в таком формате у вас способности есть, не, как сказать, не традиционный, как мы говорим, да, там, телекинез, или еще что-то, вы можете слышать, у вас что-то со слухом, вы можете слышать что-то такое, я не знаю, какие-то колебания, вот вы, например, энергию, что-то мне показывает про ветер, да, вы как-то слышите колебания ветра, например, когда в комнате появляется человек, до того, как он появится, да, вы сразу можете сказать, что кто-то идет, и вас как-то спрашивают, а что, ты слышишь звуки шаги, а вы говорите, нет, я слышу колебания воздуха, и я понимаю, что, ну, воздух содрогает, значит, кто-то его содрогает, кто-то идет, что-то в таком формате, да, я вам привожу примеры, это может быть не точно так, ну, для кого-то может быть и точно так, а для кого-то примеры, чтобы вы понимали, о чем я говорю, так, больше я не буду говорить, потому что, я обычно говорю, я могу долго говорить, вот, почему, потому что я не только читаю карты, я читаю пространство, это даже не столько поток, это поле, которое создают те слушатели, которые придут, либо сейчас находятся, да, они создают, они притягиваются по аналогичным энергиям, да, и создается такое энергополе, напоминающие некий такой эгрегор, и я это поле в пространстве, я посчитываю, вот, мужчины, мужчины по этой позиции, здесь был великий аркан, а здесь младший, двойка мечей, мужчины, которые ходят по острию ножа, такие, знаете, у меня такое ощущение, что вот у вас профессия, она связана как-то с опасностями, как-то вот может быть с оружием, да, она может быть связана там с ножами, может быть, просто вам нравится охота, причем охота, охота это не рыбалка, а вот именно там винтовка, ну да, то есть хобби, хобби я имею в виду, не рыбалка, а именно как-то вот охота, может быть, кто-то стреляет, да, в тир обожает, то есть здесь вот связана почему-то с лошадьми, интересный момент, не знаю почему, вот, либо ассоциация какая-то, привязки, ну, может быть, кто-то в деревне вырос, либо там, где есть, любит конный, ну, просто любите, может быть, конный спорт, здесь связаны с холодным оружием, я не знаю, что это, может быть, наемники какие-то, да, либо как-то военные, которые побывали в местах, где были военные действия, либо здесь есть люди, которые ходят на грани двух миров, либо у вас был какая-то такая, знаете, такие моменты в жизни, почему я это говорю, потому что у вас прям вот отпечаток этот есть на коконе, который был на грани смерти, да, то есть, я не знаю, может быть, лихтаргический сон, либо кома, либо, ну, в общем, что-то такое, что, может быть, у кого-то остановка сердца была на несколько секунд, и снова вернулся к жизни, либо здесь человек ходит в силу, может быть, там, профессии, не знаю, там, что-то, практикуете какие-то, делаете практики, да, например, как шаманы, люди, общающиеся с духами, здесь однозначность человек, который ходит по острию ножа, либо в детстве вам нравилась акробатика, да, может быть, кто-то гимнастикой занимался в детстве, что еще о вас как о личности, да, сказать по этому аркану, здесь такое, знаете, ощущение, что вы относитесь к категории людей, которые обращают внимание на свое тело, достаточно подтянуты, я не скажу, что вы прям любите спорт, вот, но вы понимаете, что для, если вы хотите долго жить, да, вы должны обращать внимание на свое тело, то есть здесь человек уделяет внимание своему телу, самому физическому здоровью, да, то есть не в плане красоты, там, одеколон бросить, и там еще что-то, да, и чистую рубашку одеть, а вот именно действительно уделяет понятию духа, вы всегда готовы, вы всегда напряжены, обращаю ваше внимание, вы никогда не сидите на стуле, знаете, так это вальяжно, как говорится, полной попой на всю поверхность стола, нет, вы как будто бы всегда сидите на краю, на краю стола, причем, знаете, ноги так широко расставлены, и одна, она как будто бы немножко согнута, она на полу, знаете, вот как шаг, готовый встать, вот здесь постоянно какое-то такое движение, то есть человек, который постоянно готов к движению, к человеку, причем, знаете, какая-то, я не знаю, такая-то военная выправка здесь идет, что ли, либо спортивная, знаете, человек, который готов вступить в бой, может быть, борьбой занимались в детстве, такое тоже может быть, да, либо вам нравятся боевые какие-то искусства, то есть не только рукопашный бой, да, но здесь еще, может быть, вот восточные единоборства какие-то, То есть здесь однозначно человек ходит, я не знаю, либо в лихие 90-е были в каких-то бандах состояли, но здесь может быть какой-то авторитет, ну в далеком прошлом, здесь тоже такое может быть. Сейчас такое ощущение, что вы более успокоившийся человек, какой-то вот примирившийся с чем-то, да, либо с каким-то образом жизни, но раньше в молодости, вот прям, ну такой вот, ну лихач-лихач, я не знаю, может быть вам на машинах нравится такая очень быстрая езда. В общем, вы и опасность, это если не сейчас, ну потому что, я не знаю, может быть с возрастом как-то успокоились, присытились, хотя все равно есть, но в молодости, вот прям тут вот лихачество, да, знаете, такое ощущение, вы как будто бы себя проверяли на прочность, либо постоянно проверяете, да, на выносливость, на прочность, да, а смогу ли, такое ощущение, что вы бросаете вызов жизни, выживу я, не выживу, вот здесь вопросы выживания. Может быть кто-то ходит в какие-то такие экспедиции, там, там где снег почему-то, да, не идет снег, собаки, вот экспедиции на выживание, либо на исследование, в общем, что-то такое. Хорошо, независимо от того, мужчина вы или женщина, что вам нравится в себе, ну смотрите, во-первых, вам нравится в себе ваше мировосприятие, то как вы видите мир, сто процентов вы не готовы здесь что-то изменять, да, то есть вам все устраивает, даже если есть какие-то проблемы, сложности, трудности, вы не будете отказываться от этого, да. То есть считаете вот свою правоту, да, вам нравятся ваши морально-нравственные ценности, которые у вас присутствуют, это для вас вот ваш фундамент. Опять-таки вам нравится что-то рассказывать очень интересно людям, да, в общении именно делиться. Удивительно, да, с одной стороны, особенно если вы женщина, вы как-то вот в уголочек забьюсь, да, чтобы меня никто не видел, но с другой стороны, очень интересный рассказчик. Вам нравится рассказывать какие-то интересные вещи, вам нравится рассказывать о своей жизни, особенно если в ней есть какие-то вот такие необычные моменты, да. Ну, я не знаю, например, какие-нибудь инсайты, да, либо что-то такое интересное с вами произошло, необычное, какие-то таинства, вот тоже такое. Вам нравится ваше понимание мира и те традиции, те устои, которые у вас есть. Вы глубоко семейный человек, вам это нравится, независимо от того, женщина вы или мужчина. Вам это нравится. Что вам не нравится в себе, император, да, вот то, что вам нравится, то, что вам не нравится, да, это вот прямо на одном уровне. Потому что два великих аркада. Что вам не нравится? Ну, вам не нравится то, что иногда, вот смотрите, с одной стороны, мне нравятся, да, мои взгляды устои, с другой стороны, вот мне не нравится то, что я не могу как-то вот изменить что-то. вам это не нравится либо не нравятся моменты когда вы не имеете какую-то стабильность да когда вам что-то непонятно что-то неизвестно вы не вам не нравится когда вы создаете машину какую-то вознюю да вроде бы чем-то занимаетесь а результата кого не получаете также вам не нравится когда вас не замечают еще раз скажу вы тот человек который не рветесь у меня на небе такое сердце из облаков вот я говорил о том что да все что что вам не нравится вам не нравится ваше ваше состояние может быть личное на то что связано с любовью что я все-таки сердце увидела то что связано с любовью до что вот она никак не развивается либо она вас как-то не удовлетворяет либо ваша если вы женщина ваше отношение непосредственно связано с мужчинами вас не удовлетворяет либо если вы мужчина вас не удовлетворяет вы сами вы сами как-то нет какого-то удовлетворение здесь ощущение того что вам не хватает внимания да вот вы как-то боретесь за это внимание вам это не нравится что вы принимаете в себе вот колесничий до колесница что вы принимаете в себе ну вы принимаете любое движение во первых вы принимаете в себе своего какого-то внутреннего до ребенка если так можно сказать заботу вы принимаете тот момент куда вас ведет например по жизни на то есть вот как-то знаете такое доверие в движении ну куда выйду туда и выведут здесь ощущение того что у вас есть полное доверие высшим силам вы в это верите однозначно вы считываете получаете какие-то знаки и вы этому доверяете своему пути по жизни вы доверяете потоковости давайте так скажу вот вот именно в потоке вот которым вы находитесь да на гребне волны куда вы встали до туда вы и идете я не могу сказать что вы как-то определяете для себя цель вы далеко не такой человек который основывается на планировании на целеполагании нет вы больше интуитивный человек в потоке вот и вы этому доверяете все принимаете что не принимаете смотрите у вас как одинаково прям до 4 великих аркана то есть в равной степени что принимаете в равной степени и не принимаете не принимаете вы какую-то свою знаете вот по верховной жрицы холодность какой-то отстраненность здесь вот и по император смотрите вы не принимаете то что вам не хватает внимания и вы не принимаете то что те знания которые у вас есть тот уровень который у вас есть но как будто бы отталкивает людей вот это вот холодность на свою какую-то вот природу вот эту вот свою звездность уникальность вы как будто бы в какой-то степени не принимаете не принимаете свою интуицию если вы женщина вы не принимаете свою женственность однозначно вот здесь вот у меня уникальность идет больше конечно же для женщин вот если вы мужчина вы не принимаете свою авторитарность а если вы женщина то вы не принимаете вот эту свою женственность какую-то вот интуицию что-то такое вот очень глубокая мягкая но при этом холодная холодная потому что она находится в балансе да потому что вот как-то отсутствует качели как таковые то есть вот какой какую-то умеренность свою вы не принимаете хорошо давайте теперь посмотрим нравится ли вы себе такой какая вы есть если вы женщина ну аркан шута здесь сто процентов сказать что да либо нет я не могу здесь скорее всего показана показывает ваше отношение к себе да вот какое-то такое вот легкое может где-то снисходительное ну как-то неуважительное больше я бы сказала да какая-то вот вы почему-то считаете себя каким-то наивным глупым таким знаете человеком который по жизни идет создает какой-то шум да вроде бы что-то там излучает такое непонятное неопределенное в общем если если то как вы себя оцениваете сказать как я прожил жизнь вы вы бы сказали да как-то вот серо невзрачно но бессмысленно никакой след не оставил да вот здесь вот что-то такое я не вижу здесь что-то такого позитивного но и сказать что вот прям такого трагичного нет знаете вот серость остается вот это вот невзрачность какое ваше отношение к себе ну такое никакое вот никакое действительно вот пустое я не могу сказать что вы себе нравитесь либо вы себе не нравитесь скорее всего больше склоняюсь к тому что вы не нравитесь да почему потому что вот вы как будто бы знаете вы о себе говорите вот ни о чем да много шума и все ни о чем все бессмысленно вы как будто бы обнуляете сами себя обесцениваете несет ощущение вот какой-то такое обесценивание поэтому ну каркан сам по себе он не говорит ни да ни нет то есть не то что вы тебе нравится ли вы не нравится на но склоняюсь все-таки больше к тому что вы как будто бы себе не очень-то и нравитесь знаете почему то что вы себя как будто бы сами не понимаете вы себя не понимаю вы не принимаете свою уникальность не понимаете свои способности не понимаете природу своей души, да, ее красоту какой-то, да, она своеобразная. Такое ощущение, что вот ваша красота внутренней, внутреннего вашего мира, она больше напоминает какие-то северные страны, да, вот как викинги, как норвежцы, да, вот как шведы, ну вот северные народы, они такие вот как будто бы безэмоциональные. Это не то, что вот у нас здесь на юге, да, разговаривают руками яркие, ну вот прям, как я. А там нет, вот как-то вот фиг поймешь, да, вот как прибалты, вот не поймешь по их реакции. Нравится им, не нравится. Вот вы как будто бы вот к этой категории людей относитесь, и вы сами себя не понимаете. И потому что вы себя сами не знаете, не понимаете, у вас и отношение такое. Если вы мужчина, нравитесь ли вы сам себе? Это король мечей или королева мечей? Здесь я с коронами все время путаюсь. Скорее всего, это король мечей. Нравитесь ли вы себе? Ну, смотрите, я скажу, вот у мужчин, да, они нравятся себе больше, да, вот именно нравится, знаете, за что? За ваш интеллект. Вот вы себя, как мужчина, да, любите, уважаете за свой интеллект. За вот это вот, знаете, холодность какую-то, на отменность. Но имейте в виду, что вы как будто бы не принимаете в себе. Вам это нравится? Но вы вот эту вот, не то чтобы жестокость, а вот именно вот эти вот мужские качества, не того человека, который пойдет, вот кому-то морду набьет, да, не физическую силу, а именно интеллектуальную силу, да, вы, с одной стороны, не принимаете, потому что она такая холодная. Я говорю, здесь как будто бы какая-то военная выправка. И вы понимаете, что если вы разговариваете с мужчинами, это прекрасно, да, на одном языке. Ну, все понятно. Если вы разговариваете с женщиной, вы понимаете, что вы ее как будто бы раните вот своими общениями, своим невыразительностью, да, неумением показать свои чувства. Эмоции. Вам это не нравится, вот. Но при этом, если вам говорить, ну, сам по себе, да, я сам себе нравлюсь, или нет, да, вы себе нравитесь. Вы прямо уважаете вот свой ум, свою голову, то, что там происходит, свои мысли, вот. То, что умеете сказать вещи так, как они есть, иногда даже напрямую, пускай это будет больно, но это правда, да, вот. Иногда какая-то вот эта вот холодность и жесткость, она у вас присутствует. Я могу сказать, что вы себе нравитесь. Вот веет мне от вас какой-то, такой, знаете, дисциплины, военной дисциплины, правилам, таким, знаете, вот прям холодным. Вы, наверное, как и человек, немногословный, да, поэтому вам и с мужчинами-то понятно, да, мужик сказал, мужик сделал. А женщина такой не прокатит. Почему? Потому что им нужны чувства, им нужна нежность, эмоции, все такое. Вот здесь вот, возможно, у вас какая-то сложность с женщинами присутствует. Вам очень, вам очень нравятся, женственные женщины, очень нравятся эмоциональные, у которых есть вот улыбка на лице, да, но при этом вы понимаете, что такая женщина с таким мужчиной, который не многословный, который не умеет выражать свои эмоции, да, вы умеете там дарить цветы, ухаживать красиво, да, но когда с вами наедине остается женщина, то вот здесь вот получается так, что, блин, а как к ней подход, вы не знаете, как подойти к женщине, да, то есть та, которая будет похожа на вас, такая же умная, вам будет неинтересно, скучно, а та, которая более попроще, ей другой подход нужен, которая будет более эмоциональна, но не получается, не умеете вы выстраивать отношения, вы больше отдаете в отношениях приказы, да, пойдем сейчас туда, то есть вы не тот человек, который будет предлагать на равный говорить, да, куда бы ты хотела пойти сегодня вечером, провести вечер, вы нет, так, я закрыл там два столика в таком-то ресторане, всем жду, все, да, прекрасно, она белая несчастная, у нее нету выбора, да, то есть вот здесь вот что-то такое. Хорошо, это был второй вариант, жду в ваших комментариях, пишите о своем характере, о своих сильных сторонах, слабых, а мы с вами переходим к позиции номер три и зелененькому камешку. Так, троечки, как я делаю в предыдущих позициях, отдельно посмотрим вашу характеристику, если вы женщина, и отдельно посмотрим характеристику вас, если вы мужчина, ну и все то, что было и в предыдущих позициях. Итак, ваша характеристика, если вы женщина, если вы мужчина, то, что вам нравится, то, что не нравится, это общее, да, невзирая на того, мужчина вы или женщина, что вы принимаете, что вы не принимаете в себе, и в конечном итоге нравитесь ли вы себе такой, какая вы есть, если вы женщина, и нравитесь ли вы себе таким, каким вы есть, если вы мужчина. То есть плюсы-минусы общие, а остальное по отдельности. Итак, если вы женщина, ваше описание, двойка педаклей, натура, которая постоянно ищет в себе баланс, да, я так смотрю на эту карту, да, и здесь у женщины такие огненные красные волосы, может быть, у вас тоже такие крашеные волосы, да, и вы прям, как этот, нимфа с красными такими волосами, но однозначно наличие волос, то есть у вас нередкий волос, такой достаточно густой, но мне идут такие, знаете, здесь выпало двойка педаклей, мне идут такие энергии, и цвета больше весенние, не яркие, а вот именно весенние какие-то, я не знаю, как вам объяснить, это может быть такие теплые цвета, а не ярко-красные, алые, например, да, а бордовый, может быть, это и не весенние, а зимние цвета, я не знаю, как они называются, но мне вот здесь вот что-то такое светло-коричневое, бордовое, чуть ярче, чем вишневое, такие какие-то цвета почему-то мне идут на вас, что вы за характер, человек, который не уверен в себе, да, либо человек, который постоянно находится в выборе между двух ситуаций, причем ситуации могут быть абсолютно разные, это не обязательно какие-то однозначные, там, например, пойти на работу, не пойти, сменить или нет, переехать, либо нет, нет, здесь не так, но здесь может быть такие моменты, как, а что выбор, да, выбрать семью, либо выбрать, там, я не знаю, открытие своего бизнеса, то есть абсолютно какие-то вот разные, да, моменты, а с одной стороны вы как будто бы стабильны, но с другой стороны вот присутствует у вас какое-то непостоянство, вы соземлены, у вас очень много таких понятий, да, то есть с материи вы в принципе дружите и с финансами вы должны дружить, по крайней мере у вас есть понимание, что такое деньги, как их зарабатывать, как они приходят, вы умеете ими распоряжаться, вот, но у вас вот это вот ощущение постоянное, знаете, дисбаланса в контексте того, что, а что выбрать, материю, либо дух, то есть вот вы можете какой-то период развиваться только духовно, да, что-то читать, что-то изучать и при этом забиваете на материю, а потом как будто вы понимаете, что пошел перекос и вы пошли в материю, забыли о духовном, как будто вы не можете найти успокоение внутри себя и примирить какие-то две противо, как это, они противодополняющие силы, я бы так сказала, потому что нельзя сказать, что вот духовное выше материального, любое материальное выше духовного, это, это все едино, и это две стороны одной медали, поэтому вы как человек здесь у меня идете стремящийся именно к гармонию, да, к слиянию, вы хотите познать очень такие важные вещи, да, которые ценные, значимые, то есть вы фундаментальный человек, но вы не постоянный человек, вы переменчивый, да, вы можете менять мнение, можете менять свои взгляды, но такое ощущение, что вы как будто бы не нашли свое место в этой жизни, да, потому что и здесь не про то, что много способностей, я не знаю, на какую операцию, как это рассказать, а здесь как будто бы вы не нашли какую-то свою аксиому, да, которой нужно придерживаться жизни, нет у вас какой-то константы, нету постоянства, я сегодня хочу одно, завтра я хочу другое, и это не потому, что вы такой, знаете, изменчивый человек по натуре, а потому что то, что есть в вас, оно имеет ценность, то есть и то, и другое имеет ценность, и я не могу определиться, какая ценность более значимая для меня, потому что, ну, например, и семья важна, и деньги важны, вот о чем мне делать, я понимаю, что мне надо прикладывать силы, но не получается прикладывать точку внимания и силы сразу на два момента, да, я не могу раздваиваться, и вот это вот ощущение ваше, что я не могу прийти к какому-то балансу, оно, знаете, вы как будто бы все это забрасываете и отвлекаетесь, либо убегаете от принятия какого-то решения, от определенности, потому что вы не можете найти ответ на какие-то ваши вопросы для себя. у меня такое ощущение, что, знаете, вы как будто бы торговаться умеете, а вот если вы бывали в Турции, да, вам нравится так же, как и туркам торговаться, да, почему, потому что, ну, там принято на базарах, вообще даже в магазинах принято торговаться с ценами и все такое, вот у нас такое не принято, но вот здесь прям такое ощущение, да, что вам нравится вот это вот мячик-пик-пок, вообще в отношении к вам, ну, вот ваш такой проект, то есть вы ориентируетесь на других людей, да, у вас есть такой, знаете, он немножко шаткий стержень, я не могу сказать, что вот он вас прям сто процентов уверен, на такой стержень, я могу на него опереться, да, я какой-то такой постоянный в своих суждениях, нет, в каких-то взглядах, вот здесь как будто бы вы, знаете, ориентируетесь на других, вот вы бросаете этот, мячик, и ждете, какая будет реакция, в зависимости от реакции, от вы и выбираете свою тактику поведения, вот здесь что-то такое, если узнали себя, то слушайте дальше, если нет, посмотрите другую позицию, мужчина, мужчина здесь, о, а здесь выпал королева жезлов, да, такая женская, такая достаточная энергия, вот, но приятная здесь, мужчинка с загадкой, да, мужчина с загадкой, мужчина с какой-то тайной, с какой-то, знаете, такая очень яркая обвертка, но внутри, ну, фантик, а внутри, там, знаете, это как шоколадные конфетки, а внутри начинка с ликером, да, либо с каким-нибудь когольным напитком, здесь что-то такое, то есть, казалось бы, там должна быть мармеладка, да, либо другая шоколадка, там вообще что-то другое, вот здесь такое, знаете, вы человек достаточно страстный, увлекающийся, но вы мягкий, больше есть какое-то вот, знаете, здесь ощущение того, что когда вы побеждаете своего врага, либо оппонента, да, не врага, а оппонента, потому что мне здесь войну показывают, да, вот у вас есть вот это вот чувство доблести, да, протянуть руку упавшему, не потому что, то есть вы не тот человек, который будете добивать, да, вот, у меня почему-то такое ощущение, что вот мужчина он добьет, да, чтобы вот признать это поражение здесь, чтобы другой признал свое поражение, и, а вы признали свою победу, нет, вот здесь как будто бы, знаете, идет какой-то некий такой спарринг, и в конечном итоге, тот, кто оказывается внизу, да, вы как будто бы, я и так знаю, что я тебя победил, зачем мне твое подтверждение, вот здесь какая-то, вроде бы, и присутствует храбрость, и присутствует сила, и присутствует огненность, страсть, но все равно есть какие-то вот более мягкие качества, когда вы можете пойти на уступки, что не свойственно мужчинам, не потому что мужчины не могут уступать, нет, ни в коем случае, просто здесь вот в вас он больше ярко выраженная какая-то может быть чувствительность, да, проскальзывать, здесь нет вот такой, вы знаете, жесткости, но при этом вы можете как-то, знаете, упираться лбом в стену, и говорить, нет, вот будет так, да, то есть я уперся, я настойчивый, я буду отстаивать свою точку зрения, даже если я понимаю, что здесь, ну, может быть, где-то я не прав, очень интересный такой момент, да, то есть в каких-то моментах вы признаете свою неправоту, а в каких-то моментах вы ее не признаете, но однозначно здесь есть какая-то, какая-то тайна, что-то вы не договариваете, что-то вы не показываете, то есть ваша маска такая, она не то, чтобы она лживая, которую вы носите, а вот вы роль выбрали для себя и позицию, такой, что всегда есть что-то недосказанное, всегда оставляете, какой-то вот шлейф, какой-то след неопределенности, непонятно, знаете, обычно у кубковых королей говорят, что у них там какая-то неопределенность в отношениях, здесь вы вроде бы готовы убрать ответственность, да, за женщину, но при этом всегда есть такое ощущение, что вот вы как будто бы ускользаете, да, да, вроде бы мы с тобой в отношениях, да, мы с тобой договорились, вы сделали, выбрали какую-то определенную линию поведения, к которой мы будем соответствовать, но всегда в какой-то момент, вот в последний момент, вы как будто бы вот какую-то лазейку находите, вы скальзываете из этих договоренностей, вы их не избегаете, но как будто бы здесь какая-то такая стратегия, что последнее слово должно быть всегда за мной, но оно не должно внешне казаться, здесь обманчивое, вроде бы я даю право выбора своей партнерше, да, чтобы она решала, но при этом вот это вот какое-то право выбора, да, изначально он безвыборочный, ну, вы знаете, например, дорогая, куда ты хочешь, чтобы мы пошли с тобой сегодня вечером, да, прогуляться, в кино, либо в ресторан, все, то есть вроде бы и даете право, да, либо кино, либо ресторан, но при этом вы не даете право, а куда, может быть она хочет в парк просто пойти, либо дома все, здесь такого выбора нет, то есть уже изначально какие-то определенные рамки существуют, такой достаточно храбрый человек, да, интересный, огненный, страстный, любите флиерты, любите внимание и сами, и к вам, интересная, интересная такая личность, хочешь сказать, но я бы с такой не была, не знаю почему, вот, что-то здесь есть такое, вот, что я не понимаю, какая-то вот мутный, какой-то момент, не могу сказать, знаете, вот, бывает такое ощущение, что у людей, что я что-то забыла, да, что вот вроде бы, классно пахнет кольцом, что что-то я упускаю, вот какой-то момент, да, вот, ощущение того, что что-то я не сделал, вроде бы я все сделал по списку, да, а что-то не сделал, либо я все, что должен быть купить, там, например, супермартики, я тебе купил, такое чувство, вот, что-то я забыл, вот, здесь как будто бы такое, так, узнали, слушаем дальше, что вам, невзирая на того, мужчина вы или женщина, нравится в себе, что вам нравится, ну, смотрите, шестерка мечей, да, вам нравится постоянно идти в новое, вам нравятся какие-то открытия, да, новые интересы, новые обучения, новые веяния, направления, new age, все, что связано с открытием, все, что связано с передвижением, все, что связано с общением, коммуникацией, все, что связано с наставничеством, с образованием, это все вам нравится, любое развитие, любой формат открытий, вам это нравится, если вы женщина, ощущение того, что вам нравится передавать соответственность мужчине, правда, такое бывает очень редко, вот, но вам нравится, да, если бы вы нашли достойного себе партнера, неважно какая сфера, да, где вы были бы уверены, потому что для того, чтобы передать ответственность, да, здесь нужно быть уверенной в том человеке, да, доверять здесь, вот, как будто бы, да, но я не доверяю, да, но не так, вот, но идеально было бы такое вот желание передать ответственность, разделить с кем-то ответственность, что вам не нравится в себе? Вам не нравится финансовая сторона, вам не нравится иногда, как работает ваша психосоматика, вам не нравится какая-то, вот то, что я говорила женщинам, да, неуверенность, нестабильность, вы не готовы принимать перемены, не нравится вам, когда вот что-то меняется, ощущение того, что вы как будто бы теряете контроль, вам не нравится, поэтому, с одной стороны, вам нравится передавать ответственность, но то, что вот я сказала, да, только тому человеку, которому я доверяю, почему? Потому что вы не хотите утратить контроль, вам это очень важно, и поэтому вам не нравится в себе, по колесу фортуны, то есть уже сразу между нравится и не нравится, не нравится перевешивает, потому что здесь великий аркан, у него больше силы, значимости, вам не нравятся какие-то повторные моменты, да, возможно, вы не тот человек, который будет пересматривать фильмы два раза, там, книги два раза, либо какие-то там вебинары, вот, вот эта вот повторность, она вам не нравится, повторяющиеся какие-то факторы, изменения, когда вы четко понимаете, что после удачи всегда идет спад, вот эти вот моменты вам не нравятся, вообще переживания, волнения любого рода, изменения, вам это не нравится, что вы принимаете в себе, о, император, вот я говорила про контроль, вот вы принимаете, вы принимаете власть, как правило, власть любого порядка, да, вы человек, который умеет подчиняться правилам и законам, и сводам, по каких-то правил, да, вы такой, ну, как этот законопослушный человек, я могу сказать, вам нравится, когда есть какие-то рамки, есть ограничения, в контексте чего, в контексте того, что, допустим, устраиваетесь на работу, вам, вы спрашиваете, в чем мои полномочия, да, допустим, что я должен делать, вам говорят, вот приходишь на работу, во столько ходишь, во столько, тогда у тебя отпуск, тогда у тебя выходные, вот это вот вам нравится, да, с другой стороны, вам нравится управлять, вам нравятся какие-то организационные моменты, вам нравится договариваться, переговоры, вам нравится, особенно, когда вы сверху, сверху, когда вы утверждаете что-то, вы доносите свою точку зрения, вам, знаете, вот вам нравится власть, власть, в прямом ее смысле, не для того, чтобы, это ваша безопасность, не для того, чтобы угнетать, как говорится, подчиненных, ниже стоящих, нет, а когда у вас есть власть, вы ощущаете, вот какую-то внутреннюю силу, и это придает вам чувство безопасности, чувство какой-то вот уверенности в себе, да, что я не какая-то там букашка, особенно это на работе хорошо, да, показывается, что вот я уважаемый человек, да, значимость какую-то себе придаете, почему, потому что внутри ее не ощущаете, я же говорила, особенно если вы женщины, не чувствуете опора, вот где-то в каких-то сферах вы становитесь очень властным человеком, тем самым компенсируете свое внутреннее, свою внутреннюю неуверенность, что вы не принимаете, аркан умеренности, знаете, такое ощущение, что вы не принимаете, как будто бы свою эмоциональность, хочу сказать, вот как-то эмоции, да, вот то, что вот вас раскачивает, и здесь есть вот это, вот, да, перемены, вы их не любите, почему, потому что эти перемены, они вызывают у вас какие-то эмоции, вот вы вот эти вот эмоции, в себе как будто бы не принимаете, либо наоборот не принимаете, когда долгое время на ничего не развивается, да, ничего не, не проясняется какая-то ситуация, вот такие моменты вы не любите, вы не любите тот период, когда вы после болезни выздоравливаете, да, то есть я вроде бы еще и не здоров, но в то же время ощущаю, что у меня еще прилива сил и энергии нету, вот такие периоды вы не любите, то есть вы не любите застревание, болото, какую-то зону комфорта, где нету какого-то развития, вот, но с другой стороны, вы это и не принимаете, и не любите перемены, то есть вот здесь, знаете, эти ощущения того, что выборочные какие-то, да, какие моменты я люблю, чтобы они, вот, если я хочу, чтобы это поменялось, то окей, но если это со мной случается, но я этого не хочу, я это не принимаю, вот здесь вот такие моменты. Хорошо, нравится ли вы, если вы женщина себе такой, какая вы есть на самом деле, ну, да, колесница, да, вы чувствуете себя победителем в движении, где-то вы понимаете, конечно же, что поступаете как-то вот незрело, вот, но вообще понимаете, ваша главная, основная природа, это вот движение, пока вы в движении, поэтому вы здесь и не принимаете моменты, когда надо что-то ждать, да, чего-то ждать, каких-то результатов, там, ответов, вы это не любите, поэтому я говорю, период выздоровления, не саму болезнь, а именно период выздоровления, да, когда я рвусь, как говорится, в бой, в своей нормальной жизни, здесь очень такое, мне хочется сказать, активный человек, но это иллюзия, иллюзия заключается в том, что я бы с удовольствием была бы и спокойной, если бы не было тех переживаний, либо тех задач, которые мне нужно решить, поэтому вы считаете, как женщина, да, что я готова передать ответственность, но я не нахожу того человека, на которого я могла бы переложить свою ответственность, в принципе, вам нравится активность, вам нравится движение, вам нравится ваша целеустремленность, да, вам нравится познавать, познавать мир дуальности, вот, но чем больше вы видите дуальность этого мира, тем больше вы путаетесь в ней, нет еще такого внутреннего, как я уже сказала, примирения в дуальности, понимания, что мир не разделен на белое и черное, а наоборот, мир един, но в нем присутствует и черное, и белое, все зависит от того, кто смотрит, и в какие моменты смотрит, вот здесь такое, поэтому, в общем, да, вы себя принимаете, вам нравится, да, вот, я бы сказала, вы принимаете ту часть себя, которая активная, которая находится в динамике, которая находится в развитии, а та часть вас, которая находится в пассивности, вы ее просто еще не понимаете выгодой, что вы можете получить, вы ее не изведали, то есть большую свою часть вы находитесь в активности, пассивную часть вы не понимаете смысл, да, то есть в чем, в чем ее прелесть для вас, вы кажетесь просто себе беспомощными в этот момент, да, еще расскажу, здесь какой-то вот, пересмотреть надо, ваш взгляд на этот счет, если вы мужчина, нравится ли вы себя таким, каким вы есть, а здесь вот аркан выбора, да, здесь, здесь я не могу сказать, что да, и не могу сказать, что нет, здесь человек, как будто бы на данном этапе, вот смотрите, вы мужчина, выпал женский аркан, да, и здесь аркан влюбленных, аркан, анализ ситуации, да, ее определение, здесь я бы сказала, что вы находитесь, сейчас, скорее всего, у вас какой-то переходный этап, да, либо, ну я не знаю, какая-то ситуация была до этого, которая вас немножко выбила из колеи, вот, и вы находитесь в определении себя, может быть, восстановлении себя, поэтому сказать, что вот вы 100% себя принимаете, нет, вы еще находитесь в моменте познания, поэтому что-то вам нравится в себе, что-то вам не нравится, но 100% сказать вы не можете, да, здесь все зависит от ситуации, в какую ситуацию мы попадем. Ну вот как-то так, такая у меня была и третья позиция, жду ваших комментариев, благодарю троечке за просмотр, если кто-то дошел до конца, хочу сразу сказать, что я немножко ошиблась в днях, поскольку я записываю расклады заранее, мне почему-то казалось, что этот расклад выйдет в пятницу, он оказывается выйдет в понедельник, поэтому я пожелаю вам всем отличной недели, прекрасного настроения, всего самого наилучшего, до новых встреч, пока-пока.